Словакия вслед за Сербией начала поставлять боеприпасы Украине. Обменный фонд, который удивляет одного московского попа, Кремль забрал, вернув домой несколько солдат ВСУ. Северная Корея отправляет своих людей в Донецк. И почему эмодзи в России могут стать под запретом? Это новости сегодня. С вами Карина Клышун. Приветствую вас. Еще один нож в спину Путину подарил президент, ранее дружественной для РФ, Словакии. Страна взялась за поставку оружия Украине. О подготовке снарядов для украинской артиллерии рассказал президент страны Петер Пелегриньем. Также он напомнил, что Словакия еще и поставляет в Украину электроэнергию, чтобы восполнить дефицит из-за обстрелов России, украинских ТЭЦ. Ранее на этой неделе выяснилось, что и дружественная для РФ Сербия целых два года поставляет Украине боеприпасы и оружие. Путин с каждым днем лишается друзей и поддержки. А первая партия снарядов, которые партнеры обязались предоставить ВСУ по так называемой чешской инициативе, уже в Украине. Об этом заявил премьер-министр Чехии. О каком количестве и калибрах идет речь? Как эта поставка способна улучшить положение ВСУ? И как вообще сейчас обстоят дела со снарядами, колоссальный дефицит которых ощущался до последнего времени? Расскажем об этом далее в сюжете. Чешские снаряды уже в Украине. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Киев получил первую партию из обещанных сотен тысяч боеприпасов для ВСУ. Деталей поставки в целях безопасности крайне мало. Неизвестно ни время передачи, ни количество снарядов. Однако ранее сообщалось, что партии будут от 50 до 100 тысяч боеприпасов ежемесячно. Это десятки тысяч наряда. Пока о сотнях тысяч речь не идет. В свою очередь эксперты отмечают, что эту партию Киев должен был получить еще в конце мая. Задержка в месяц имела достаточно серьезные последствия для сил обороны Украины. Окупанты использовали так называемое окно возможностей. Однако дело тут не в желании затягивать поставки. Партнеры, уверяют аналитики, делали все, что было в их силах. Равно как и те, против кого снаряды готовились. Российские спецслужбы, российская дипломатия приложили максимум усилий в моменте блокирования поставок снарядов по чешской инициативе. Но усилий путинистов, к счастью, оказалось недостаточно. Учитывая, что снаряды все же в Украине и что сообщили об этом с задержкой, очевидно, первая партия уже успешно доехала на линию фронта. И тут крайне важно, что речь идет именно о калибре 155 миллиметров. Ведь натовские снаряды летят дальше, чем российские. Тактико-технические характеристики средств поражения стран НАТО, они превышают российские. И это дает возможность проведения успешного характера контрбатарейной борьбы с соответствием подразделениями сил обороны Украины. И это прекрасно понимают оккупанты. А следовательно, позволяют значительно снизить российское преимущество, основанное на большем количестве артиллерии. И по словам нашего генштаба и западных партнеров, сегодня перед ВСУ стоит задача именно снизить боеспособность российских подразделений. По мнению Пентагона, на данный момент основные задачи сил обороны Украины – это проведение как раз успешного характера активной обороны. То есть не дать оккупантам возможности развить тактический успех на отдельных участках фронта, соответственно, в оперативной и стратегической. Измотать противника и нанести ему максимальный урон в живой силе и технике. Что и происходит. Определенные успехи, связанные с получением десятков тысяч снарядов по чешской инициативе, уже заметны на фронте, говорят аналитики. Общее же количество обещанных снарядов минимум 800 тысяч. А учитывая их большую дальность, лучшую прицельность огня, как орудий, так и боеприпасов и сопутствующие программы военной поддержки Украины, можно говорить, что с таким количеством снарядов российскому наступлению в этом году точно ничего не светит. Возможности самой российской ВПК – это выпуск снарядов порядка миллиона-полтора. То есть можем говорить о том, что если придут, соответственно, артиллерийские снаряды в количестве 800 тысяч, это даст возможность говорить о возможном паритете средствах поражения, именно интенсивности артиллерийского огня. На данный момент потери личного состава и техники в основном 80% – это как раз от применения средств поражения, в первую очередь артиллерийского огня. Так что очевидно, потери оккупантов будут только расти. Ведь уже сегодня ежедневно уничтожаются десятки единиц техники и стабильно более тысячи россиян на линии фронта. Уже в июле этого года Северная Корея отправит военные, строительные и инженерные силы для участия в восстановительных работах в оккупированной Донецкой области. Об этом рассказали на ТВ ЧОСАН, ссылаясь на южнокорейского чиновника. Эти силы якобы должны помочь восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке. Северно-корейские военные имеют 10 инженерных бригад, а телеканал ЧОСАН подсчитал, что Северная Корея может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит 3-4 инженерных бригады в оккупированную Украину. Но, как говорят в Институте изучения войны, о том, что Северная Корея будет отправлять свои силы для участия в боевых действиях, информации нет. ВСУ испытывают экспериментальную американскую легковую 105-мм САУ. Эта техника даже еще в США находится на испытаниях. Расскажем подробнее об этих САУ далее. Вооруженные силы Украины могут похвастаться очередной военной обновкой от наших союзников. Так, как стало известно накануне, ВСУ уже активно используют на поле боя экспериментальную американскую легкую 105-мм САУ. Я расскажу вам о недавнем опыте. Мы недавно поставили систему 105-мм САУ в Украину. Мы отправили ее 26 апреля в Украину. И в течение двух недель обучали ею пользоваться. После чего ВСУ сразу же приступили к тестированию. Интересный факт. Американская корпорация I'm General, владеющая технологией, без каких-либо анонсов поставила в Украину свою новую разработку даже раньше, чем экспериментальное оружие попало в руки военных из США. Это решение устраивает две стороны. Как украинскую, так и, соответственно, американскую. Эта экспериментальная САУ была создана в 2019 году. И, соответственно, в 2021 году армия Соединенных Штатов выдала контракт на производство данного вида вооружения. На первый взгляд может показаться, что новая американская САУ ничем не примечательна. Это очередной «Франкенштейн», как принято сейчас говорить. По факту американцы скрестили два вида вооружения, поставив пушки М-20 калибром 105 мм на шасси от «Хаммера». Но на деле все гораздо сложнее. Новое американское оружие обладает уникальной технологией мягкой отдачи СРТ, которая позволяет внедорожнику не рассыпаться после первой же очереди из САУ. Эта система предназначена быть одной из первых систем с мягкой отдачей в бою. Поэтому она движется очень быстро. В два сети «Хоуки» нет ничего особенного. Она сразу же пойдет в бой для испытаний на живых целях. Это надежная САУ. Это, в принципе, аналог тех же «Цезар» или «Богдан». Данная САУ использует современную цифровую систему управления огнем. То есть основные преимущества данной системы – это высокая мобильность и, соответственно, скорострельность. Еще одна отличительная черта самоходки – ее маневренность и скорость разворачивания на позиции. Произвести первый выстрел САУ готово уже через полторы минуты после прибытия. А покинуть позицию после отработки по врагу – всего через три. Подъехали, развернулись две минуты и нанесли огневой удар по позициям противника. Причем весьма интенсивный. Это очень серьезное оружие, еще раз повторяю, которое даст возможность создания, скажем так, преимущества в огневом поражении на определенных участках фронта. Отличается американская САУ и высокой точностью. 105-мм артсистема готова делать по 8 выстрелов в минуту на расстояние до 12 километров. Весьма показательно то, что не случайно испытание тактико-технических характеристик данной САУ в условиях боевых действий непосредственно на территории Украины. То есть для американского ВПК это уникальная возможность проведения тестирования в условиях реальных боевых действий. Для украинских же военных это тоже уникальный опыт. Наши защитники на сегодня единственные, кто умеет управляться с американской САУ. И ходят слухи делают это виртуозно. В рамках недавнего обмена пленными между Украиной и РФ, Киев выдал Москве митрополита, вместо которого удалось вызволить нескольких украинских защитников. Есть информация, что о таком обмене просил лично так называемый глава РФЦ Кирилл Гундяев. Каковы перспективы таких обменов в дальнейшем, с учетом большого количества уже выявленных и привлеченных к ответственности в Украине агентов Кремля в рясах? Об этом расскажут вам мои коллеги. Прецедент в истории Украины впервые в рамках обмена военнопленными был обменен священник православной церкви Московского патриархата. Речь идет о митрополите Тульчинском и Братславском Иоаннафане. Напомним, с обысками в гепархию православной церкви Московского патриархата в Винницкой области СБУ наведалось в октябре 2022 года. Тогда у Иоаннафана нашли стандартный набор пророссийского пропагандиста, агитки с лозунгами «Донбасс – это Россия» призывами признать так называемые ЛНР и ДНР молитвы за Путина. Работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину, священнослужитель поддерживал политику Кремля и поощрял действия РФ. Митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, которые содержат призывы к разжиганию межконфессионной вражды. Уже в августе 2023 года Винницкий городской суд вынес приговор Иоаннафану в пять лет с конфискацией имущества. Про то, что утром 25 июня митрополита привезли на границу с Белоруссией и передали российской стороне, сообщило издание ЛБЮЭ. Хотя ранее Иоаннафан якобы отказался от обмена. На границе Иоаннафана встречал священнослужитель РПЦ Николай Балашов. По словам источника, ценность Елецких в том, что он пошел на обмен сразу нескольких военнопленных украинских защитников, которые находились в России. Также митрополита конкретно хотела забрать российская сторона. К слову, от патриарха РПЦ Кирилла Гундяева пришло официальное обращение. И вот новость подтвердили сами россияне. В соцсетях РПЦ появилось видео, где Кирилл приветствует Иоаннафана. Он несколько раз подчеркивает, что тот был в физическом и духовном плену. И вот, наконец, на свободе. Экспленника просит не кланяться. За свою верность патриарху, русской православной церкви, за неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством, владыка претерпел скорби значительной. И поскольку для меня это не только, как говорится, долг патриарха, но еще и был личный долг вмешаться в ситуацию с тем, чтобы просто вытащить владыку из этих грозных и непредсказуемых по последствиям обстоятельств. С латыкой я знаком десятки лет, будучи ректором академии, он был студентом моим. По данным украинских журналистов, чтобы обменять Иоаннафана, патриарх Кирилл даже обращался к папе Римскому. С Иоаннафаном патриарха РПЦ связывают давние отношения. Митрополит Тульчинский и Братславский, известные в миру как Анатолий Елецких, родом из России. Его отец офицер запаса, мать, директор дома послевоенных детей-сирот. Оба орденоносные ветераны Второй мировой. Детство Иоаннафана прошло в Североморске, где служил отец, а после, с его переводом по службе, вся семья переехала в Киев. Сам Иоаннафан окончил Ленинградскую духовную семинарию и академию, был однокрупником Кирилла, в конце 80-х вернулся в Киев. В 1988 году был назначен первым наместником Киева Печерской лавры, из которой уволен со скандалом за исчезновение ценных вещей. После Иоаннафан успел побывать епископом Сумским и Ахтырским, но снова оскандалился. В 2006 году осел на Винничине, а свой нынешний сан митрополита получил в августе 2014. Иоаннафана называют заскорузлым ватником с прозвищем «композитор». За то, что не отрекся от идеи русского мира, Кирилл решил его наградить. Ну и не нанес уж очень большую боль патриарху, если бы как-то все пошло иначе. Вот в знак благодарности к тебе, с выражением искренней признательности за понесенные тобой труды и подвиги, хотел бы вручить тебе патриаршую награду. Обмен Иоаннафана стал тем случаем, когда в обществе, хотя это звучит и как шутка, заговорили, что неплохо бы обменять всех священников московского патриархата. Юрий Черноморец – один из тех, кто поддерживает эту идею. Они признают всех архиереев Украинской Православной Церкви. Они признают их именно архиереями Русской Православной Церкви, чтобы там не говорил Ануфрий и все остальные, потому что нет никакого выбора. Думаю, если их всех, 100 архиереев, арестовать и поменять на военнопленных. Потому что в любом случае в информационной войне против Украины они все виноваты. Не знаю, как насчет сотрудничества со спецслужбой, возможно, виновата половина. А вот в информационной войне виноваты все. И если их поменять, я даю гарантию, что 90% из них заявят, что наконец-то они дома и они освобождены им хорошо. Зачем мучить людей? Они в Украине в плену. Давайте их всех отдадим оптам. Обмененный Иоаннафан был с российским паспортом, поэтому он фактически вернулся на родину. В Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, служители которой делают вид, что держат дистанцию от Москвы, случившееся никак не комментируют. На днях в Петербурге прошел международный юридический форум. И там, я вам скажу, тоже не без гениальных идей. Вот, к примеру, там решили серьезно подойти к смайликам. Да, смайликам, которые вы ежедневно отправляете друг другу или нам под видео. Элина Сидоренко, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, выдала идею некоторые смайлы признать экстремистским контентом. Мы в рамках белого интернета инициировали обсуждение вопроса регулирования права эмодзи. Беларусь была первой страной, которая официально признала некоторые эмодзи экстремистским контентом. Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен. Но с эмодзи такая же ведь история. Она объяснила, что имеет в виду не лайки и дизлайки, которые суды уже иногда признают юридически значимыми действиями, а картинки, которые могут носить радикальный характер. За такие картинки необходимо предусмотреть юридическую ответственность. Но какие именно эмодзи пока не уточнила. Представляю, поставил эмодзи клоуна под статьей о выступлении Путина. Дискредитация. 15 лет. Это были новости сегодня, но я с вами не прощаюсь. Уже через пару часов в программе «В тренде» я расскажу вам о том, как жители Таджикистана начинают устанавливать свои правила ПДР в России. Как пропагандисты жалуются на ВСУ, а развод теперь будет под запретом. До встречи!